Считается, что самые правильные арбузы созревают к середине августа. Тогда на улицах города появляются клетки-палатки, где они продаются. Однако уже сейчас мы можем видеть на прилавках супермаркетов и на рынках множество таких ягод. Но как их правильно выбрать, спросим у продавцов. По звуку. А ну, покажите. Ну вот, звук был. Звук. Так, и сабвуфер увеличился. Смелый, ровный должен быть, не мятый, не горбатый, ровненький. Хвостик, если он взрыванный, он должен быть зеленый. А если он будет 2-3 дня, он будет сухой. Через арбуз взрыванный. А говорят, что должен быть сухой сразу хвостик. Нет. Сухой, когда будет грунт, иди грунтовый арбуз, а это иди полив. Так что он не будет сухим. Покупатели тоже подсказывают репортеру, как отличить плохой арбуз от хорошего. Внутри, если белые жилки, белые жилки, вот это первый признак нитратов. Попросите, чтобы вам его разрезали пополам. Мы купили первый попавшийся арбуз и попросили продавца показать, какой он внутри. Вот это чистый натуральный арбуз. Видите, тут нет белых прослоек от середины до корочки. Поэтому такой арбуз смело можно брать и употреблять в пищу. Еще один способ убедиться в отсутствии вредных веществ нам подсказал врач. Однако, такой эксперимент в супермаркете или на базаре провести вряд ли удастся. Опустить кусочек арбуза в воду. Если вода просто мутнее, то значит в арбузе мало нитратов. Если вода становится красной, принимает цвет арбуза, то значит в нем очень много нитратов. Его есть нельзя. С дынями все сложнее. По звуку их спелость и сочность никак не определишь. Самый верный признак качества плода – ароматный запах. И дабы не взять перезревшую дыню, проверьте, чтобы она не была слишком мягкой и не проминалась при надавливании. Но как бы тщательно вы не выбирали ароматные дары природы, от отравления нитратами никто не застрахован. Нитраты в организме превращаются в нитриты, которые имеют канцерогенные свойства. Для беременных это эмбриотоксическое, тератогенное свойство. Для беременных это патологии плода. Для детей тяжелое отравление с госпитализацией и даже реанимацией. Поэтому врачи советуют отдавать предпочтение плодам в супермаркетах. В случае отравления у покупателя останется чек и можно обратиться к администрации за компенсацией. Тем более в магазинах стараются следить за сертификацией продуктов. Медики также призывают мыть фрукты и ягоды перед употреблением. Кстати, цены на арбузы и дыни на базарах значительно выше, чем в прошлом году. А сколько стоит? 5 гривен. А в прошлом году в это время? 4 гривен стоило. Такую разницу в стоимости агрономы объясняют тем, что урожай арбузов в Украине пострадал от майских дождей. Однако с середины августа обещают широкий выбор и снижение цен. Нарина Щеглова, Константин Нечерет, телеканал Репортер.